Среди нас есть люди, которые живут на Старой Авдеевке. Чтобы было понятно гостям студии в Киеве, за один только обстрел утром на одной улице было разрушено 20 домов ракетами «Град». Они живут, принимают на себя основной удар. Очень много разрушенных домов снова ремонтируют и снова попадания. То есть есть дома, в которые попадание несколько раз. Я начну эту тему, потому что мы встречаем именно в частных секторах проблему, что они не имеют права на компенсацию. Международные организации уже во второй раз, когда к ним обращаются за стройматериалами, они отказывают этим жителям, потому что они видят, что они остаются в зоне риска. Вот у нас есть две жительницы с старого города. Пожалуйста, Ольга Дмитриевна. Я хотела бы сказать, что были обстрелы. Обстрелы неоднократные. И были хозпостройки. И в дома людям прилетало. Да, выделялись какие-то средства, давали. Но это было опять повторно. И люди было даже, что ставили пластиковые окна за свои деньги. Опять они били. И куда теперь нам обращаться? Где? На законодательном уровне вы пробовали узнать? То есть жителям многоэтажек им компенсируют по закону иметь право? Вам? Нам ничего не дают. Сказали, есть стекла на обыкновенные деревянные рамы. Если у людей пластиковые окна, вставляйте сами. А если полностью разрушен дом? Если полностью, он, естественно, уже практически никуда уже. То есть на законодательном уровне они не могут получить компенсацию финансовую. То есть такой закона нет. Он не принят. Татьяна Васильевна, вот вы говорили, что в 2014 году война от вас была далека. Да. Как все поменялось? Вот что? Как тогда реагировали? Как сейчас? Поменялось. Я вот разговаривала с вашим Олегом и говорила, что в 2014 году, когда все начиналось со Славянска, я смотрела по телевизору, все это видела. Я сочувствовала людям, понимала, что это такое. Я как будто бы смотрела документальный или художественный фильм о войне. А когда получилось так, что война пришла к нам, и я совсем по-другому, совсем другими глазами посмотрела на это все и поняла, что такое война. Это очень страшно. Вы сидите в Киеве, и многие из вас, может быть, кто-то и был в Авдеевке, может быть, кто-то и не был в Авдеевке. Вы не знаете, что просто мы здесь, как мы здесь вообще живем. Сейчас, вот последнее время, где-то с 26 числа, у нас просто очень тяжелая ситуация в городе. Постоянные обстрелы, ночью мы не спим, днем стреляют, очень тяжело, все живут в напряжении. Поэтому я хочу сказать, что люди, которые живут на улицах, которые, вот, например, переулок Ясиноватский, это переулок, который практически находится с промзоной. Сколько людей осталось на улице? Значит, до 26 числа, пока было более-менее, на нашей улице жило где-то 6 семей. И 3 семьи те, которые приезжали и уезжали, наведывались каждый день к своим домам. После того, когда начались массированные эти арт-обстрелы, люди... Вот сегодня мы с мужем были на Ясиноватском переулке. Авдеевская общественная организация «Возрождение» подготовила наборы, в которые входили одеяло, там постельные принадлежности, посуда. И вот мы с мужем бегом, где-то с представителем этой организации, бегом оббежали этих людей, которые должны были. И никому мы не достучались, потому что людей нет дома. Люди просто убегают. Там нельзя вообще находиться. Ну, а вот интересно, а насколько осталось терпение и выдержки у тех, кто остался? Если ситуация с обстрелами не изменится? Здесь в студии уже звучали мысли, что людей не отпускает чувство патриотизма. Они отстраивают свои дома снова и снова. Патриотизм ли вас там держит? Может, присоединимся? Почему вы не отстаете? Ну, вот, например, я 35 лет дом строил. И что я его сейчас вот брошу? На кого? Ну вот. Да, и куда-то уехать. Ну, как? Вы говорите, как я могу бросить свой дом? Это единственное мое жилье. Я должна его как бросить? И куда я должна уехать? Я в начале войны потеряла работу. Сейчас без работы. Куда я должна уехать? Да, мы уезжали. Когда началась война, мы уезжали. Мы уезжали в Бердянск, мы уезжали в Славяногорск. Но мы все равно возвращались к себе, к себе домой возвращались. Что вы говорите? Потому что мы там людей не нужны. В областях наших нас не поддерживают особо. Потому что деньги нужно выделять для беженцев. А где их взять, эти деньги? Поэтому нуждаются люди в том, чтобы в своих домах и в своих квартирах хоть как-то проживать. Потому что никому мы не нужны. Никому.